Друзья, привет! Давайте поговорим сегодня о слове «группа». Группа на иврите — это «квуца» — корень «куф-вет-цари». Группа или команда, например, группа учеников. «Квуцат» — «тальмедим». Не забывайте, что у нас срабатывает смехут. И когда мы хотим сказать «группа» кого-то или чего-то, в данном случае мы говорим «квуца шель», «тальмедим», «шель» уходит, это и есть смехут. И поскольку «квуца» женского рода, то у нас появляется буква «тав» в конце слова вместо буквы «хей». Соответственно, «квуцат» — «тальмедим». Кстати, группой учеников уже будет «квуцот» — «тальмедим». Или команда игроков. «Квуцат» — «сахканим» — «сахкан». Игрок от глагола «лесахек» — «играть». Или групповая игра. Мы можем взять слово «квуца» и превратить его в прилагательное. И это уже будет словом «квуцати». Групповая игра «мисхак» — «квуцати». В случае с музыкальной группой мы уже используем слово «ля-ка», которое переводится как слово «стая», например, «стая зверей». Но если мы хотим сказать «рок-группа» или «поп-группа», то на иврите мы говорим тоже в смехуте «ля-кат», «рок», «ля-кат», «поп» и так далее. Но если же была сформирована группа людей для определенной цели, то это уже называется на иврите «цевет». «Цевет» — это мужской род. Корень «цади» — «вав» — «тав». Например, группа или команда или персонал исследователей. «Цевет» — «хокрим». Исследовать на иврите «лях» — «кор». Исследователь исследует. Это и глаголы существительные. На этом все, ребят. Советую подписаться на мой телеграм-канал. Все, что вам нужно сделать, это зайти в телеграм и просто в поиске написать «учим иврит» вместе с Тимуром и получать каждый день самую нужную, самую полезную информацию об иврите.